друзья всем привет как у вас настроение как ваши дела у меня сегодня была катастрофическая ночь в общем я сегодня почти всю ночь не спала короче я намучилась сонечкой сегодня всю ночь пошла спать 12 часов вроде было все нормально соня спит рядом со мной смотрю она что-то никак не уляжется знаете то она ложится и все соня ей соня на спирт и спит сразу мертвым сном а это она и крутится и крутится и крутится и крутится как маленький ребенок но я думаю что то не то что то не то потрогала она что-то так это трясется и думаю замерзла что ли дома ли такая жара взяла ее одеялком получше укрыла она все равно трясется и трясется я уже думаю блин что за ерунда он потом короче я не знаю потом уже был час потом в два часа ночи и и вырвала короче я потом поняла что и к чему и почему я же вчера делала холодец я дала ей одну косточку она это грызла хорошо ну такую большую ну как большую косточка была но не мягкая косточка она ее так хорошо лежала грызла 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 но она я только грызла уже я не съела это же все-таки кость видно что то ей попало в желудок это косточка какая-то но кусочек от этой косточки короче она мне до 5 утра спать не давала но я и сама не могла уснуть я за нее переживала я уже думаю боже мой поскорее бы утро настало а то может быть придется врачу ехать в общем я сегодня уставшие не выспавшиеся поэтому пока я проснулась а наш папа уже съездил за мясом уже купил мясо на бойне уже его порезал уже начал его перекручивать потом только я проснулась а я проснулась а в принципе сабрина мне как только сажусь снимать что-то начинается мне кто пишет вот никто не писал вот никто была тишина и покой только я села за видео только я села с вами поговорить и начинается начинают не все писать я проснулась и как обычно поскольку это где-то пол восьмого учета я встать никак не могла очень я валялась а наверно до полдевятого только потом поднялась папа у нас уже полным ходом на кухне орудовал мясо крутил потом я его убрала все это я все это я не снимала в общем мясо у нас теперь есть мы опять закупились мясом но я уже снимала на своем канале как мы мясо покупаем его потом перерабатываем но я могу потом в принципе показать как я его все мясо упаковала в морозильную камеру свою в морозильник свой сегодня соня с утра кушать толком ничего не кушать нет она вообще всегда плохо кушает а это съела только одну палочку но как я и больше не давала одну далее палочку такую знаете специально для кошек и собак кстати она для кошек которые палочки кушают лучше чем которые покупают ей дала я ей сегодня с утра йогурт но обыкновенный да на натуральный йогурт без всяких подсластителей без всяких добавок натуральный она съела одну чайную ложку больше ничего не хочет в общем наш папа сегодня готовил лагман мы уже покушали он делал лагман и салат но он всегда такой салат делает но к лагману там огурцы помидоры лук паприка потом все это маслом горячим заливает и очень много горечи ложит но чтоб такой горький был и уксус такой салат он делает всегда к лагману в общем мы уже покушали причем вдвоем потому что эрик ушел в свою квартиру ему должны были сегодня привезти трок на сушилку вчера привезли стиральную машину а сегодня привезли ну сушилку сказал что должны привезти с часу до шести ушел туда к часу в квартиру но потом позвонил папе что потом приехал помог ему спустить трок нор туда вниз в келя но у них там подвальное помещение помещение там специальный раун для стирки белья я там кстати еще не было как будут уж покажу но обычно в таких домах делают такую одну комнату все оборудует под подстирать но подстирать чтобы мы там стирали сушили там наверное есть место куда поставить обыкновенную сушилку но если вы не хотите в трок норе сушить еще не знаю не было как буду сниму приезжают они туда вместе с эриком ягу эрик мы покушали мы не знали когда дева пришел трок на иди садись кушать он где-то я не хочу кушать и богатый кушать не хочешь ягод себе заказал я же ведь думал гать что там придется до шести вечера гать не сидеть яку эрика домой позвоните спросить нельзя чтобы уже может быть кушать готова тебя привезли туда ехать блин пять минут какой пять минут две минуты и привезли но короче говоря он сказал я знаю что лагман вкусный я его еще покушали еще не вечер яку ну ладно в общем друзья просили меня вчера в комментариях показать мой витамин d на кухне у меня лежит сейчас пойдем на кухню и я вам ну покажу и покажу я не знаю что вы имели ввиду когда говорили что вы не видели название фирм когда мы сабрина подарки показывали и не знаю кому было что интересно чтобы все что я сильно быстро показывала что люди даже не успели прочитать название фирмы но покажу вам кстати кремом который крем который мне подарила сабрина вот этот маленький такой с витамином c мне подходит мне нравится я им пользуюсь каждое утро и то масочки еще которые мне подарила карина я не делала может быть сегодня вечером попробую сделать если не усну потому что я сегодня уставшая соней промучилась же как с маленьким ребенком сегодня она отсыпается и это хорошо не тоже с ней и уже хорошо можно на улице гуляли два раза она уже сделала сделала все свои дела в общем ей как бы нормально но она спит она же ночь что не выспалась а я не могу сейчас в общем как то так и вообще нужно же готовиться к новому году сегодня еще я запланировала сегодня сделать ну к чаю чак чак хочу сделать и потом может быть к вечеру или завтра с утра очень не знаю когда буду делать селедку под шубой очень свеклу я уже сварила мне нужно теперь сварить яйца еще и картошку селедка у меня есть это уже все закупилась кстати его оформление я вам покажу теперь на моем новом канале в общем как я это буду делать у меня есть такая одна задумка я уже давно так думаю мне все никак времени не хватает попробовать получится мне так сделать или нет но я думаю получится чем так что ссылочка будет в описании на мой новый канал кому там нужны будут кто хочет посмотреть сами рецепты в общем я там буду рецепты снимать чтобы влоги потом сильно длинные такие не были знаете чтобы было что-то попало в общем буду показывать во влогах что я хочу делать а рецепты но те тому кому интересно будете смотреть переходите на другой канал подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтоб не пропустить новое видео и будете смотреть на новом моем канале там сабин канал был но она его не хочет дальше ввести ее видео я стирать не буду потому что мне самой нравится там некоторые виды видео смотреть потому что я сколько смотрю и у меня я там постоянно смеюсь до слез это ужас они ребёнок когда мне пишут что сабрина у вас такая скромная серьезная да посмотрите сабрину канал ее видео которые это снимают особенно с пирожным где на тело пирожные картошка это это хохма это умрешь я иногда когда мне хорошее настроение я его смотрю у меня на слезы текут когда смотрю этот ролик поэтому ее видео я стирать не буду это свои кулинарные рецепты я сделаю отдельный плейлист и кому ну кому будет интересно смотреть непосредственно рецепты тот будет смотреть рецепты а ее видео я оставлю так но на память для меня может быть кто-то еще захочет посмотреть так что ссылочку оставлю в описании кстати один рецепт своих салатов которые я вам давным давно обещала все и вчера уже поздно вечером закачала так что у кого есть интерес можете посмотреть салатики как я там делал я там делала морковку по-корейски я делала фунчозу и я делала новый салат стукини я не знаю но это опять от моей немецкой коллеги этот салат такой чисто немецкий салат потому что мы в россии такой раньше никогда не делали ну в общем кому интересно посмотрите я там монтировала монтировала я конечно что-то намонтировала хотелось мне сделать как-то красиво ну я короче что-то не умею сильно красиво делать я наверно поменяю формат я хотела немножко другой формат но я думаю что я буду наверно как под каким другим форматом снимать потому что этот формат что-то по ходу не для меня и не могу так смонтировать так как я хочу чтобы это было как-то красиво в общем короче говоря мне мозгов не хватает это нужно сделать но может я со временем научусь все сейчас идем делать чак-чак кстати чак-чак я тоже хочу снять на свой кулинарный канал в общем рецепт будет на другом канале да так что кому интересно как я его делаю там тесто очень интересно я не знаю кто как делает чак-чак а я в чак-чак добавляю всегда водки сегодня мужу сказала сходи съезди в магазин и купи такую маленькую бутылочку водки мать и зачем водка как мне надо я печь собралась мне нужна водка он мне так посмотрел очень пить что собралась и вот вообще никогда не пила и не пью мне привез такую маленькую бутылочку водки так что пошлите на кухню покажу вам крем ну масочки под названием все оставлю в описании потом кстати кто хочет вот от этой фирмы rr я уже говорила на той ссылке там есть номер телефона звоните это карина на страничка она прекрасно разговаривает на русском и кто плохо знает немецкий звоните она поможет выбрать какие-то продукты потому что я в этих продуктах ну не сильно я не знаю это у них там проходят какие-то всякие разные семинары и все такое им там объясняют чего чего и чё к чему я как бы далеко мне карина говорит вот это хорошая я бы хорошо значит берем вот это ведь не очень это не надо не обнузно и это тебе не нужно это тому кто помоложе или тому кто постарше в общем она знает все это там есть ее номер телефона кому интересно звоните и договаривайтесь непосредственно с ней все пойдемте на кухню и будем делать чак чак вот этот витамин d который меня просили вчера показать в комментариях вот такой вот витамин d пью мне выписал врач на вот эти вот на 20000 в общем вот такой вот витамин d я думаю теперь все увидели вот это вот масочка видно с молоком и с медом буду пробовать может быть сегодня еще не пробовала и вот такой вот серым это сыворотка я каждое утро ночью два дня я уже два раза я ее уже пользовалась вчера вечером помазала и сегодня утром в общем это на чистую кожу вы наносите такую сыворотку мы не знаю я только два раза попользовалась больше пока ничего не сказать ничего не могу сабрина перебила она в городе мне говорит мама тебе что-нибудь в дм и надо я как раз сейчас в городе в дм и это такой косметический магазин тебе что-то надеву нет меня сабрина ничего не надо так что 8 еще раз вот это вот сыворотка ну попользуюсь вам потом скажу как мне понравилось или не понравилось на первое ощущение такое вроде бы ничего так вот этот крем вот этот крем кстати сабрина по моему с этой фирмы работает но если я не ошибаюсь крем я уже пользуюсь с первого дня когда мне его подарила с витамином c мне нравится посмотрели как называется то я так не вижу без очков не вижу читать не могут что читайте сами вот такой вот крем все показано как это я убираю в общем сейчас все приготовлю для чак-чака и будем делать чак-чак на новый год тесто я буду делать свои кастрюли до его очень просто можно сделать руками тесто делается такое как на лапшу просто я вам расскажу я просто замешу в кастрюле чтобы было быстрее то у меня времени как-то не сильно много но его вполне можно делать и руками то же самое что на лапшу очень нам понадобится для чак-чака яйца я буду делать на 4 яйца я думаю что хватит растительное масло это для жарки мука грецкие орехи можно в принципе без грецких орехов но я люблю когда там орешки поэтому я всегда делаю с грецким орехом не с каким-то другим нам нужен мед немножко соли друзья нам нужно вот она водка нам надо буквально пару столовых ложек и сахар да вроде бы все здесь казанчик я уже приготовила будем здесь а мы его будем жарить здесь я уже приготовила чашку куда я буду это вытаскивать салфетки бумажные салфетки положила ну чтобы лишний жир чтобы лишний жир но впитывал себя кстати смотрите муж сегодня я убрала в сторону чтобы мне не мешало да муж сегодня делал лагманчик много он у нас любит лагман поэтому готовить всегда много он делает с фаршем ночью у нас фаршем больше все любят здесь смотрите я уже сварила красную свеклу но здесь а макароны но лапша для лагмана сам лагман в общем как-то так так поэтому кстати кто-то спрашивал меня про мои орхидеи скоро зацветет здесь у меня вот одна только веточка до 1 цветонос вот плохо видно вот так 1 цветонос но я вам потом покажу чем я их удобряю но не сегодня сегодня мне никогда сегодня их не буду удобрять и как часто поливаю у меня в той комнате в которой я работаю в общем у меня еще в другой комнате тоже орхидея там по моему два или три цветоноса как зацветут я вам покажу но все будем делать тесто по-быстрому сделаем в своей кастрюле чтобы время сэкономить но тесто ну включается теперь глаз от не попало что-то и мешает то ли тушь посыпалась в глаз попало вчера нос чесался сегодня глаз у меня какой-то ужас так мы идем сразу вот сюда меня как-то спрашивали а что на этой машинке можно и на этой как в этой кастрюле можно и тесто делать да можно идете вот сюда на клетку ну это у кого такая машина есть тот знает что такое к на это замесить значит отправляю туда соль отправляю туда так друзья и отправляю я туда пару столовых ложек все буквально две столовые ложки это уберем теперь это выдохнется и выбросится так все закрываю видно нет наверное не очень сильно видно того в общем тут она 45 секунд она 45 секунд готова а а а а и и и и Все, тесто готово. Видите, вот хорошее получается, тесто к рукам не прилипает. Сейчас я его просто вымешу, мы будем его раскатывать и нужно будет нарезать так, как на лапшу. Я резала в прошлый раз, только не так тонко. В общем, здесь вы можете толщину вашей лапши делать такую, какую вы хотите. На лапшу нужно так это потоньше, чтобы покрасивее было. На чак-чак можно, но сильно толсто не надо, потому что он же еще поднимается, он будет подниматься не за счет соды. Вы заметили, что соды никакой нет, а тесто у нас будет такое воздушное и такое мягко хрустящее. Не знаю, как сказать. Все, сейчас я... Видите, тесто очень хорошее. Сейчас я его разделю, наверное, на три-четыре, на три, коржа. Оно более мягкое, не такое, как на лапшу. И кататься будет намного проще. Сейчас я вот сделаю такие вот лепешечки. Немножко. Тесто разделила на четыре лепешечки и буду теперь катать коржи. На чак-чак, друзья, сильно тонко катать не надо. В общем, я раскатала. Смотрите, вот такой толщины я сделала. Сильно тонко не надо. Сейчас я это отправлю, этот корж немножко подсыхать, подсушиться. Раскатаю все остальные и потом мы будем с вами резать. Раскатала я все четыре коржа. Присыпаю немножечко мукой, совсем немножко. И будем нарезать. Раскатаю все остальные и потом мы будем с вами резать. сильно мелко нарезать не надо до золотистого цвета и сейчас буду выкладывать на кухонное полотенце чем чак-чак делается очень быстро он очень быстро весь пережаривается тут только кажется что вроде бы работы много а на самом деле это все идет так 30 минут и ваш чак-чак готов и он конечно должен постоять потом остыть остыть застыть принять форму обычно чак-чак я делаю на ночь ну чтоб он ночь постоял и утром был хороший масло очень сильно раскалено аккуратно чтобы не обжечься потому что мне сейчас тут брызгало и Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем, с 4 яиц у меня получилось две вот такие тарелки Здесь немножечко побольше горочка, здесь немножко поменьше А, я же историю хотела рассказать Как я первый раз... Вкусно... Как я первый раз пекла свой чак-чак Я его не пекла Пекла его мама Я уже как-то рассказывала, что я постоянно... Ну, в детстве я постоянно с мамой на кухне торчала Я не знаю, мы все там готовили Особенно, когда какие-то праздники были Пьянки, гулянки Я помогала постоянно на кухне готовить А у нас как-то в семье очень часто праздновались Ну, всякие разные праздники Праздновались все день рождения, все праздники К родителям приходили их друзья В общем, очень много было друзей Ну, короче говоря, не важно Напекла мама чак-чак В общем, нажарила на эту лапшу Было уже поздно вечером И она... Я не знаю, как она планировала В принципе, я не знаю, когда она собиралась его... Ну, как это сказать... Ну, короче, сформировать Когда она собиралась сварить Ну, закипятить этот мед И сформировать эти горки Я не знаю, почему-то мама ушла с кухни Я не знаю, что она в этот момент делала Но я-то думаю, ну, сейчас я помогу маме Надо же сделать до конца И может еще ночь стоять надо То ли мама планировала это на следующий день сделать В общем, я, короче говоря, не помню, как это все было Но я взяла мед Я знаю, что там должен быть мед Я взяла мед Я взяла сливочное масло Я это дело все растопила Ну, и так же все перемешала и сделала горку На следующее утро Встала мама Ну, короче, мама увидела все мое Приготовление чак-чак Я говорю, слушай, красавица, как ты его делала-то? Я говорю, ну как, обыкновенно, как положено А мне было тогда, я не знаю, может лет десять Я говорю, ну, как положено Мед с маслом смешала Все перемешала Горки сформировала Но мама-то видит, что горочка-то не держится Но если с маслом, оно же не склеивается Она говорит, ну, молодец Значит, ну, вырецепт придумала Ну, конечно, мы его съесть, съели Но форму он у нас, конечно, не держал Вот так я первый раз Все везде сладко Мед везде Еще на кухне теперь убирать в бисерах Бардак Вы не думайте, что я так каждый день готовлю Совсем нет Просто же завтра Новый год И я так потихонечку подготавливаюсь В общем, холодец сделала Еще, правда, не пробовала какой он там Вот чак-чак сделала И селедку под шобой будто делать Но сегодня уже не буду делать, что-то я уже сегодня устала А завтра с утра сделаю До 12 часов ей хватит времени настояться И что еще сделаю? Еще, наверное, немножечко оливье сделаю Потому что оливье хочется И все, и больше ничего делать не буду Да, наверное, больше ничего делать не буду Есть помидорки маринованные Что еще есть? Ну, не знаю, еще, может, что-нибудь есть, не знаю Хотела еще баклажанчики сделать, а потом думаю, куда? Кто это есть, все будет Никого же не будет Будет ты, я, да, мы с тобой И все Но все, друзья Сегодня ночь постоит Как раз он застынет Его не обязательно убирать куда-то в холодильник Нет, я его просто так оставлю На столе Просто завтра перед подачей Я еще раз Еще раз сахарной пудрой посыплю Но если мы захотим сахарной, потому что это сахарная пудра Это я так сейчас на видео присыпала По идее она тоже там вся растворится Уже к утру ее вряд ли будет видно Ну все Что буду дальше делать Буду сейчас убирать на кухне Нет, сначала пойду с Соней погуляю Потому что она уже вот тут вот ходит Выпрашивает Я всегда на кухню захожу такая красивая Как мне кажется А выхожу такая вся Еще и красная вдобавок Ну все Все Короче Друзья Всем пока-пока